добрый вечер дорогие друзья нам очень была приятная ваша реакция на предыдущее видео о нашем выступлении на первенстве россии 2018 года от вас было очень много позитивных комментариев которые поддерживали ребят их безусловно было очень приятно читать ребята их тоже читают и прежде всего я хочу сказать вам большое спасибо за них нам действительно было приятно но то видео вызвала не только с вашей стороны определенные эмоции она сколыхнула скажем так эмоции ребят они посмотрели его вспомнили что чувствовали тогда когда останавливались буквально в шаге от победы я тоже воспроизвел себе все эти эмоции вот и после публикации того видео у нас с ребятами состоялся один разговор содержанием которого я бы хотел поделиться с вами этот разговор был о стратегии подготовки к реваншу если это можно так назвать к следующим крупным соревнованиям которые будут в этом году у нас они нам предстоят в ноябре это крупные соревнования где точно так же как на первенстве россии сойдутся сильнейшие команды сильнейшие гимнасты нашей страны и вот мы обсуждали с ребятами стратегию подготовки к этим соревнованиям для того чтобы выступить на них успешно так вот эти соревнования называются надежды россии традиционно и будут они 15 ноября мы с ребятами собрались метод кабинете я раздал им листочки ручки и предложил им набросать черновой вариант плана подготовки к этим соревнованиям собственно первое что я попросил их сделать это написать какие цели они ставят цели в медальном и эквиваленте и по местам какие они ставят на эти соревнования и так каждый из них написал какие-то свои цели вот я здесь их также записал ну например этими целями может быть попадание в пятерку в многоборье и получение там с первого третье место то есть получение медали финала в отдельных видах или может быть многоборье то есть писал каждый кто на что настраивался и допустим первое место в команде почему я записал именно вот этот вариант здесь для вас потому что это примерно тот ориентир потому что ведь не сами по себе медали являются целью а именно вот такой результат является тем с каким можно претендовать на попадание в юношескую сборную страны дальше после того как ребята поставили какую-то цель например медаль в упражнениях на коне нужно ответить на вопрос о том как эту цель реализовать что нужно сделать для того чтобы получить эту желаемую медаль и в гимнастике общем-то этот вопрос звучит ответ на этот вопрос звучит следующим образом то есть ты должен получить определенную оценку которая составляет топ-3 в упражнениях там на данном снаряде или может быть в сумме всего многоборья то есть шести снарядов соответственно что нужно было ребятам сделать посмотреть результаты первенства россии посмотреть вот как раз этот топ оценок определить какие оценки нужны нужно им заработать для того чтобы получить и претендовать на то чтобы выйти на борьбу за эти медали в принципе но для примера возьмем скажем вот все помнят упражнения на коне у ярослава и как ему они не как оно не удалось ему как он расстраивался и допустим он ставит себе цель на следующие соревнования ну например войти в топ-3 на этих на этом снаряде а может быть даже и выиграть ну и к примеру для того чтобы он выиграл он смотрит результат соревнований и видит что как минимум он должен получать на коне оценку 13 баллов например но окончательная оценка на каком-то снаряде у гимнастов складывается из двух вещей первое это базовая оценка то есть сумма всех сумма стоимости всех элементов одной комбинации и плюс оценка за исполнение то есть все сумма всех сбавок полученные за эти элементы минус от которой отнимается 10 баллов то есть оценка за исполнение сути из 10 и как что это получается на практике то есть вот 13 баллов которые возможно хочет ярослав это что значит это базовая базовая оценка от четырех до четырех и пяти десятых баллов выполненная на девять восемь пять то есть четыре ноль плюс девять это у нас как раз 13 баллов и четыре пять плюс восемь пять получается те же самые 13 баллов и задача ребят было под свои цели расписать на каждом снаряде и опять же в сумме многоборья расписать все свои комбинации и выяснить какие базы с каким исполнением они должны подготовить к следующим соревнованиям для того чтобы реализовать свои цели и такую работу они должны были проделать по каждому из шести снарядов многоборья то есть это вольные конь кольца прыжок брусья и перекладина то есть каждый из ребят должен был посчитать прикинуть ту базовую оценку это исполнение которое он подготовит но естественно у них у всех разные набор элементов разный уровень подготовки и они думали вот я хочу например базу 45 на коне какие еще мне нужно выучить элементы чтобы эта база допустим у меня сейчас 40 хочу 45 какие еще нужно мне выучить элементы чтобы поднять свою базовую оценку подготовить к этим соревнованиям и тогда быть способным соревноваться за медали в отдельном взятом виде так вот ребятам по каждым шести элементам писали там 12 ну как я им рекомендовал 12 элемента какие нужно выучить к 15 ноября ну как они полагали и потом ставить это в свои комбинации и с новыми так сказать силами выйти бороться на соревнованиях я им говорил это похоже на своего рода компьютерную игру для того чтобы вам пройти какую-то миссию вы должны взять своего персонажа взять какие-то его умения навыки там сила скорость разум там как-то их прокачать каким-то образом повысить их уровень соответственно уровень персонажа повышается и тогда он может пройти какую-то высокую миссию если у него уровня не хватает то естественно пройти эту миссию он не может и это ему не удается в общем такая работа требует конечно определенного уровня понимания гимнастики то есть если слишком много элементов ставишь то ты не успеешь подготовить соответственно еще исполнение ну и и не реализуешь свою цель это было их домашнее задание ребята по каждому снаряду писали свои проекты присылали их мне в контакте мы их с ними обсуждали и в общем то приходили какому-то консенсусу и вот это как раз постановка целей задач и выяснение того объема работы который нужно будет проделать для того чтобы взять реванш вот после вот этого всего он когда они это записали внизу странички я их попросил сделать 7 столбиков и 13 строчек и получить такую сеточку то есть вот такую сеточку рисовали ребята я думаю вы уже догадались что это такое это дни то есть точка отчета 13 августа как раз тогда когда у нас состоялся этот разговор и концовка заключительной недели заключительной недели этот 11 ноября 13 недель то есть это понедельник вторник всегда до воскресенья и 13 недель на подготовку то есть кажется очень много ты написал себе какие-то цели и и думаешь ну впереди еще 13 недель сейчас вон лето на улице а 15 ноября это почти новый год времени еще завались но на самом деле для того чтобы подготовить комбинации к соревнованиям должен пройти пройти определенный этап подготовки то есть вы берете свои комбинации и начинаете их отрабатывать и вот этот этап но в нашей системе подготовки он длится примерно 5 недель то есть вот мы откладываем отсюда то есть 5 недель уже готовые комбинации ребята должны отрабатывать ходить шестерки и готовить их непосредственно к соревнованиям то есть у нас вот такой пятинедельный цикл но дальше это не означает что у тебя остается 8 недель на то чтобы разучить какой-то элемент дело в том чтобы вставить элемент в комбинацию и вставить его без потери качества и чтобы он увеличивал окончательную оценку а не уменьшал его нужно делать как минимум 5 раз подряд и естественно это требует какого-то определенного уровня специально отработки этого элемента то есть не то что ты его выполнил по праздникам один-два раза за тренировку а то может вообще не получился ты должен брать, залезать на снаряд и делать этот элемент как минимум 5 раз подряд и делать его уже в соединении с другими элементами то есть вот эта вот фаза стабилизации элемента его интеграция в какие-то связки занимает еще примерно 4 недели и мы видим, что вот эта подготовка по комбинациям вот эта подготовка по связкам и отработка элементов на хорошем уровне и на само разучивание элемента остается по сути месяц и когда я вот это рассказал ребятам по их глазам было видно, что они уже после этого осознали некую срочность работы то есть что у нас нет времени особого раскачиваться думать, как там, бояться каких-то может быть элементов надо работать прямо здесь и сейчас и работать начинать активно но еще один момент после этого я у ребят спросил ребята, кто из вас тренируется по воскресеньям? и на самом деле из всех ребят, если они там не на сборах и так далее по воскресеньям не тренируется никто и значит из этой сеточки мы берем и можем вычеркнуть вот этот столбик целиком и мы могли бы как раз убрать и две недели то есть из 13 недель у нас 13 воскресенье в которые они ничего не делают для достижения собственной цели и тогда мы этот столбик убираем но мы могли бы убрать и вот здесь вот вот эти две недели то есть времени оказывается не так много, как казалось на первый взгляд ну кроме того, ребят, говорю а ну все же могут заболеть ну неправильно питался, легко оделся выскочил после душа и взял и проболел недельку например мы видим, что количество дней уменьшается еще и еще а если ты плохо учился и тебе надо перезавать какие-то экзамены ты пропускаешь тренировки еще недели вылетают а если у тебя просто ну плохое состояние, плохое настроение на тренировке и может быть ты где-то устал в школе и тебе не хочется тренироваться я говорю, представьте, сколько вот из этого объема дней у вас вылетают впустую и тут они еще действительно задумались и вот это понимание, количество дней оно дает вам срочность дает какой-то дедлайн которому и промежуточные дедлайны к которому вы должны вот здесь вот подучить все элементы тут их стабилизировать и потом начинать работать в связках и по глазам ребят было видно, что они осознают что времени уже не так много время есть, но его не слишком много далее вот и в конце разговора я попросил ребят взять черновики, которые они нарисовали на нашей встрече взять дома большой листок формата А3 перенести все вот это на этот листок и повесить у себя дома или на шкафчике в зале чтобы это было перед глазами чтобы это было наглядно и начиная с 13 августа в каждой клеточке ставить какой-нибудь смайлик в конце дня хорошо ты потренировался смайлик хороший средненько потренировался смайлик не очень радостный ну или возможно был совсем неудачный день и ты ставишь грустный смайлик а можно вообще нарисовать и какаху какую-нибудь какаша вот недавно тут Андрей отравился и нарисовал такой вот зеленый грустный смайлик и вот так вот каждый день в конце дня они ставят себе какую-то такую оценку своей работе для чего мы это сделали то есть ребята уже начинают взрослеть и по большому счету вот подобные планы я писал и пишу на каждого ребенка перед каждыми крупными соревнованиями просчитываю базы настраиваюсь но так как они не осознавали всей срочности и от того объема работы который им предстояло многие из этих планов не реализовывались сейчас они сами продумали все свои комбинации они осознали срочность того как нужно готовить повесили перед глазами перед своими этот листочек и он постоянно им напоминает о том что время заканчивается реванш близится и нужно постараться сделать все что хочешь прям все что возможно чтобы не повторить те эмоции которые они переживали в прошлом видео в общем такой был разговор такая стратегия подготовки к следующим ответственным соревнованиям возможно эта же подготовка поможет и вам напишите в комментариях готовитесь ли вы расписываете ли вы план на предстоящие какие-то цели может быть вы делаете это каким-то более лучшим способом расскажите всем будет интересно всем спасибо всем пока ну и как всегда сцена после титров я в раздевалке у пацанов вот тут полный бардак но я хочу вам показать не его а вот что это шкафчик Ярослава он уже повесил здесь свой план на надежды России Джарик так он сам себя называет ну в общем посмотрим сработает или нет как думаете это 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 ну Продолжение следует...